Почему тут все такие милые, даже если они такие маленькие злодеи? Вон иди и посмотри на неё в лицо. Какой кошмар. Но преступников-то можно убивать. Вообще-то нет, ладно. Вообще-то нет. Всем привет, друзья. И посмотрите, где мы. И очень как-то красиво и непонятно. Вон, жёлуди есть. Привет, ребята. Привет. Привет. Такое ощущение, что мы вместе со своими кегурами перенеслись. Какое-то королевство классное. Да. Ой, тут даже эта штука, которая на картах. Я хочу прыгнуть на жёлудь. Ульяна, ты можешь прыгнуть на жёлудь? Большой грибочек. Она тоже хотела на жёлудь. На грибочек, подожди, на грибочек нет. На грибочек тоже нельзя. Нам на ёлку. Давайте хотя бы сюда. О-о-о-о. Ничего себе. Что? Тут какая-то история или что? О-о-о, нет. Ёжа. Ёжа. А-а-а. Мы немножко падаем. Девочки, вы падаете, да. Девочки. Девочки, вы задели и упали. О, боже. А-а-а. Стоп. А-а-а. Нифига. Ребят, вот это... Ого. Тут можно двигаться, оказывается. Да. Это первая игра. Такая очень странная. Странная оби. Максимально странная. Серьёзно. Я такого вообще не помню. Слушайте, да, согласна. Это настолько нетипично вообще, слушайте. Божья коровка. О-о-о. Офигеть, как красиво. И здорово, здорово тебе этот заяц-кролик. Да. Очень-очень приятно. О-о-о. А он говорит, что мы упали в кроличью нору. О-о-о. Интересно. И он нам поможет? Да, он обещает нам помочь. Это что, языки божьих коровок? О-о-о, боже. Так, давайте стараться не наступить. А можно на жёлудь? Я никогда не видел. Ребят, наконец я прыгнул на жёлудь. Отлично. Большое спасибо. И опять на жёлудь, пожалуй, немножко попрыгать на жёлуди. Успешно. Главное не на язык божьей коровки, а то им будет очень больно. Так вот, да. А почему некоторые языки без божьих коровок? Это что, невидимые божьи коровки? Ну, потому что они настолько длинные, зная, что они огибают вот эту вот дорожку. И с другой стороны продолжаются. Всё просто. О-о-о. Муравьишки. Так, муравьишки. Осторожно, муравьишек тоже нельзя задевать. О-о-о. О-о-о, боже. Ульяна задоптал Ульяну муравьишку. Ульяну муравьишка переехал. Да, он меня скушал. Он какой-то злой. Так, а тут у нас что, трубы? Так, я успел или нет? А это что за птица? Успел. Успел на какого-то калибри. Я не знаю. Это как-то киви, какой-нибудь киви без крыльев. Калибри это воробей какой-то обычный. Ой, воробей обычный. Ульян, осторожно. Мне кажется, у него нет крыльев. Да, это... А, может, это птичка киви? Да-да-да. Похоже на то. А может, какая-то волшебная птица, которая только тут водится, и мы такие просто случайно пытаемся ее как-то обозвать, а она сейчас нас слопает за это. Мы пытаемся, да, но зря. Так, давайте, я тут жду. Дверка открылась, но я без вас не пойду. Дверка открылась, а у нас еще не открылась. Да, вот теперь открылась. Пойдемте. Ого. Так, я так понимаю, мы идем в домик. Нас сейчас накормят? Ну. То есть это самое главное, да, для тебя? Так, avoid the mess. Ну, одно из, да. Так, типа не наступай, не наступай на вещички вот эти. Так, хорошо. Ну да, он не ожидал гостей, поэтому разбросал тут помаду, носки. Я не знаю, откуда у кролика помада. Да, носки нибудь грязные, не очень хотелось бы на них наступать. Так, ну, вроде, вроде нормально. А, какой я грубый. В общем, он предложил бы нам немного еды, и вот... Да, но тут все... Подождите, а в смысле covered with bugs? Типа, а где здесь жуки? Возможно, мы их увидим, когда подойдем. Он... А! Нельзя на еду прыгать, да? Нет, нельзя. А почему? Да, нельзя. Он же сказал, что накормит, он вреден на все, он мне не нравится. Ну нет, он не злой, он не злой. Ну почему он нас не хочет кормить? Ага, он еще, слушай, он еще и не ожидал вот здесь слаймов, которые из стен торчат и на полу. Аккуратненько лежат на полу, надо же. Ну да, прям так красивенько. Так необычно, неожиданно и не очень приятно. Слушайте, а может это слюни божьих коровок очень похожи? Иу, 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 Лана. Какой кошмар. Но они такие же, как их языки. О, это что? Это показывают, куда нам не надо идти. О, все понятно. Ульяна, осторожно! Давайте тыкать. Лен, тебя кто-то потрогал? Да. Осуждаю. Я тоже. О, а тут вообще булыжники катятся. Давайте, подходите, я вас жду и осторожненько, потому что они тут не прекращают. О, боже. У него дыра в стене, у него все хорошо. Ну, а булыжники тебя, то есть, не смутили, да? Смущают. Ой, кажется... А, а почему они так криво едут? Надо прятаться, надо прятаться, мы можем сюда забежать. Да, давайте вот так вот. От одного диванчика к другому. Это знаете, как история моя... Ладно. Так, смотрите, а тут еще какие-то номера у вот этих вот ниш. Вот нам сейчас в третью. Ульяна, осторожно, там конец. Мне кажется, у меня сейчас проплюсь, нет? Нормально, нормально. Или нет? В спокойствие. Я бегу, я бегу. Квозд не раздавите только. Еще четвертый есть. Слушайте, это когда-нибудь закончится вообще? О, тут пылесосы какие-то чудесные, которые сами... Боже, сами пылесосят. Можно мне такой? Ну, только не такой, знаете, как вот этот вот круглый. Вы в бракенбодке, что ли? А, да, в бракенбодке. А, ешь, это круглый-то у тебя уже и так есть. Да круглый не прикольный. Типа, а прикинь, такая штука елозит у тебя дома. По-моему, здорово, слушай, по-моему, здорово. Ой, и немножко смертельный, если ты ее заденешь. Ну, это только добавляет, по-моему, крутости такому пылесосу. То есть, типа, ты, ну, не знаю, ты каждый день через полосу препятствий проходишь. Типа, здорово. А если задеваешь, то ты снова в кровати. Такой, оба, доброе утро снова. По-моему, идеальный пылесос. Так, погнали. Нам, по-моему, в Зазеркалье. О, серьезно? Или в камин? Ну да, вроде бы да. Тут я не могу забраться наверх. Эй, подожди. Ого. Это я, да, в картинку прыгнула. Да, мы здесь. Слушайте, а я вот что подумал. А тут, получается, все должно быть наоборот, раз мы в Зазеркалье. Но вот надпись, например, Блокси точно такая же, как и обычно. Йош, по-моему, ты придираешься. Тут так довольно красиво все. Воу. Ого, а он работает? Ау. Не только он. Вот это да. Слушайте, а тут красиво умираешь, кстати. Если вам интересно, можете немножко упасть. А давайте. Так, на чекпоинт я встану, а потом уму. О, слушайте, да. А я не догадалась сначала на чекпоинт, конечно, прыгнуть. Так, а нам, кажется, наверх указатель хочет, чтобы мы прыгнули. О, боже, там муравьи, ребята, муравьи наверху. Опять эти живодеры. Ладно, ты же любишь муравьев, подожди. Да, но не тех, которые пытаются меня прикончить. Они очень добренькие, выглядят хорошо, но я не хочу, чтобы они меня убивали. Вот, ой. Да. Меня до этого, мне кажется, еще убьет раз десять. Ой, все нормально. Здорово, муравьи, посмотрите, он такой маленький и миленький. Надо только гляньте на это, ну чего вы. А, ну да, он такой чувствует, как будто он улыбается. Главное, его не трогать, а то он перестанет улыбаться. О, это точно. А через них можно просто перепрыгнуть, кстати. Ого, серьезно? Да, мне тоже получилось. Блин, а тут мне надо в кольцо прыгать, тут надо через него. А я прям хотела, вот прям у меня такое желание было прыгнуть в кольцо. Я поэтому решил тебя предостеречь. А можно я прыгну? Слушайте, это прикольно, только вы, по-моему, там потом об кровать убиваетесь. Это что, она такая жесткая, что ли? Как на ней спать тогда? Ну, наверное, если ты побольше размером, для тебя она нормальная. О, я видел, как ты начала крутиться. У меня мячик не сработал. Ой, я тоже. Ничего себе, я сейчас выжила. Я думала, что я коснулась этой лавы странной, фиолетовой, красивой, непонятной. Возможно, это какая-то желешка. Ой, я хочу желе. Слушайте, кошмар какой. Ну зачем вы говорите о таких вещах во время записи? Все, все, не знаю. Зачем? Осторожно, тут не надо, да, аккуратненько надо. Это кто такой лабиринт устроил? Любитель гвоздей и сыра. Кажется, здесь есть мыши. Сыр я люблю, но это не я. А гвозди, Ульяна, любишь гвозди? А какой ты сыр больше всего любишь? Гвозди я тоже не люблю, а сыр я люблю весь. Просто, просто весь. Вот она, Ульяна, вот она тоже любит сыр. Ой, какая милая. Почему тут все такие милые, даже если они такие маленькие злодеи? Да, даже если они хотят нас убить. О, кажется, тут у мыши есть очень интересные, я не знаю, может у нее там где-то сейф будет, или она банкир. Эти штуки немножко на домино смачивают. Да, ну почему, может ей просто нравится лазерин, но, ребят. О, какой ужас. В правый нижний угол, если что, в правый нижний. О, а мы все проехали. А меня не убило, очень странно, ну ладно. О, ребят, лабиринт, го в одну сторону, го влево. Так, я за Ёшей, да. Да. Ага, не, не надо за мной идти. Это тупик. Тогда вправо. И вот тут влево, тут точно влево, вот и нет. А почему влево, мы же должны по правой стороне ходить, Ёш, ты что? Ой, ладно. Вот, Ёш, если бы сразу ходили по правой, возможно бы прошли. Мне кажется, это ловушка тоже. Давайте вот сюда, вот сюда. Да, я тоже сюда предлагаю. А, тупик. Так, ладно, остался один путь. Да что такое, слушайте, мы все, все неудачные пути прошли. А если мы не выберемся отсюда? И тут нет выхода. Пойдем назад, есть сыр, Улья. Нет, нет, вот это точно выход. Да. Ну ладно. Так, ну это нормально. Кстати, самое менее странное, что можно было увидеть в этом доме, это просто пилы. Ну да, в принципе, да, это нормально. Типа, ну надо же сделать столик какой-нибудь там. Ну, конечно, конечно. Ну, тут ремонт идет, конечно. Согласна, милые муравьи как-то более страшно выглядят. И этот кролик надеется, что мы наконец-то пробрались к задней двери и выйдем сейчас отсюда. О, действительно так. Смотрите, там бабочка. Простите, а он что, не хочет нас видеть у себя дома или что это такое? Возможно, он не хотел, чтобы мы погибли. Осуждаю. Да, и он достаточно негостеприимный, даже не накормил. Ой, фу. Кажется, вот эта вот лягушка хочет, чтобы мы ее накормили. А может, стоит прыгнуть ей на язык, как считаете? Что она высовывает его так? Я бы не стала, Ёша, я бы не стала. Ну ладно, ладно, я же не муха, ладно, тогда я не буду. О, тут их много, Ёша, можешь попробовать. Спасибо, я не голодный. Ау, кто попробовал? Ау, все-таки попробовал. Я тоже попробовала. Я попробовал не лягушку, я попробовал наступить в воду, случайно причем. А что, вода не только мокрая, но еще и смертельная? Ну да, вообще-то да. Ну, выглядит она действительно не очень хорошо. Ааа, так я не очень понимаю, куда нам идти? Мы тут, по-моему, кругами просто ходим. А это кто, господи? Ой, желуди. Ааа, ты про пацаненка, это, по-моему, это октук. Желуди. Как это? Осьминог. Осьминог. Почему я помню название на английском, но на русском не помню? Да, бывает такое. Он выглядит очень милым. Я вообще-то ожидала белочек тут, как минимум. Но это же желуди, правильно? Зачем тебе белочки здесь? Потому что они прикольные, у них такие лапки забавные. А осьминожка тебе не нравится? В смысле? Мне вот больше осьминожки, чем белочке нравятся. Ну, не знаю, Ёш, ты просто, наверное, не смотрел Чарли и Школадная фабрика. Ой, кстати, когда-то давно-давно смотрел, но даже не помню, что там и как. Но да, видимо, надо посмотреть для того, чтобы что-то понять. Ааа, господи, это что, муха такая мерзкая? А что она мерзкая? Ну, она обычная, ладно, что ты? Ну, Ёш, вон, иди и посмотри на нее в лицо. Какой кошмар. Так я уже посмотрел. Я уже посмотрел, ну, типа обычная муха. Не знаю, вот наша знакомая птичка, она гораздо более милая, чем там муха. Ааа, ребят, я туда не пойду, я пошла назад, все, пока. Ой, слушай, я тоже не хочу, он не смотрится милым. Я ухожу назад, я лучше с мухой тут посижу, вот серьезно. Она в какой-то момент полетит к пауку. Ну, знаешь, мне кажется, муха гораздо страшнее, чем паучу. И заберет, и заберет еще тебя потом вместе, вместе с собой. А что он такой усатый, а? А, простите, почему пауки не могут отрастить усы или бороду? Ты что, осуждаешь? Нет. У них вообще-то нет времени бриться, Лана, понимаешь? И они пытаются меня просто напугать? Так они ничего не пытаются, они просто живут здесь. Паук никого не трогает, сидит в своем красивом... Да, они тут все милые, как мы поняли. В красивом государстве своем поучим. Цвета классные. Ну, цвет тут и правда очень красивый, да. Так, прыгай, а потом и меня увидишь. Ну, погнали, ладно. Тогда страшновато. Ну, давайте. Это как будто гипнотизирующий круг. Портал какой-то. Так, и опять лягушки. Но этим лягушкам как-то странновато. О, большая божья коровка. Ребят, я что, не встала на чекпоинт? Я, короче, около октопуса. Ого, я думала, у меня только такая болезнь постоянно, не наступать на них. Ну, слушай, ну... Так, давай скорее. Я вроде наступила везде, но я бегу. Ребят, мне пришлось снова проходить мим паука. Ой. Это все тебе за то, что ты не хотела к нему тогда идти, ясно? Вот. Кстати, мы, по-моему, так и не сказали, что это за обе, и где мы, собственно, находимся, почему тут кролик и все такое прочее. Ну, я думаю, ребята уже догадались. Ну, тогда, может, они напишут в комментариях, потому что, ну, кто-то, может, не знает. И интересно посмотреть, кто догадался, где мы... Ого, шпоти, господи, 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 господи... Мы, кстати, там же побили. Она убийственная, оказывается. Да, просто она слишком... Да, они как-то странно уходят под воду. Да, видимо, нужно тут хорошо знать, когда можно прыгать и когда нельзя. Я лучше буду перестраховываться и ждать. А тут надо по-хитрому. Ой, отлично, ешенька. Ой, что делает, что делает? О, отлично, да. Она когда поднимается, прыгает шею. О, вы какие младцы. Отправь, паук! О, какая бабочка странная. Ой, это похоже на жвачку. Бабочка, да. Нет, ты, смотри, Лана, ты, понимаешь... Мне кажется, что ты пессимист, потому что вот есть паук, а есть бабочка, и ты замечаешь только паука. Лана, не надо так. Так он больше в 10 раз, ешень. И повернут самой страшной частью, там, где у него вот эта спина и лапки задние. Это самое страшное. Лана, думай позитивно. Стакан всегда наполовину полон. Стакан всегда наполовину паук? Только не это. Нет, не паук. Ай, да. Да, Лана. Слышишь то, что хочешь... О, кстати. Смотрите, радужная штучка, которая по-любому будет исчезать. Это похоже на пластилин. Давай, Ульяна, давай сама, иди, иди, давай. Я побежала. Я буду... О, она сегодня исчезает. Ну, по-моему, она у каждого исчезает по-своему. Да, видимо, у каждого по-разному по-своему. А, да? О, это удобно. Да, потому что вон Ёша у меня в воздухе бежит, например. Да, у меня вы тоже. Немножко над землей. А у меня Лана бежала в воздухе. Слушайте, а цвета тут реально здоровские. Мне нравятся очень цвета здесь. Да, очень красочные. Лана, нажми на... Вот, да, пожалуйста. На пробел? Нет, на пробел это понятное дело. Надо было на чекпоинт просто, на всякий случай. А, да, я проверяю теперь каждый раз, чтобы у нас одинаковые были уровни. Я там прям очень долго, да, топчусь на всякий случай. Вот так вот прям. Это, слушай, это верное решение. Ну, да, на всякий случай. Ой, а я случайно зашел. Давайте со мной. Ой, я тоже. А, тут какой-то еще и замок. Ого. А, пон. А мы немножко в тюрьме оказались. За что? Так, это некрасиво. Мы всего лишь просто... Я даже не знаю, что мы ничего не делали. Вот именно, мы просто гуляли. Ульяна пыталась вспомнить все свои какие-то проступки. Такая, да нет, ничего мы не делали. Ну, да. Ну, теперь мы сбежали и теперь мы преступники. Замечательно. Нас еще хотят убить. Кажется, да. Но преступников-то можно убивать. Вообще-то нет, Лана. Вообще-то нет. Я не знаю, в какой-то стране живешь. Ну, в этой стране вполне можно, потому что тут такие суровые законы. Вас садят в тюрьму, когда вы невиновны, но если вы пытаетесь сбежать, вас хотят прикончить вот этими вот гвоздями. Ёш, и ты, кстати, у меня попадаешь, когда ты пробегаешь, ты попадаешь прямо под эти гвозди. Это очень страшно смотрится. Да, кстати. О, нет. О, нет. О, ладно. Ты успела наступить на чек-поинт? О, фу. На предыдущий, да. Да-да-да, она там, я все вижу. Кстати, Ульяна, тоже вот тут наступи, будь добра, чтоб я видел, чтоб я видел. Да, вот так вот уже покружусь. Спасибо, спасибо. Я тоже теперь хочу погружиться. Давай кружиться вместе. Давай, пока Лана не пришла. Лана. Я иду, очень опасные гвозди просто. Ой, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Фига-тики. Что-то прыгаю вот здесь и как-то так непривычно не видеть своего радужного следа. А, слушайте, да. Да, иногда возникает такое чувство. А, нет, я думала, что я успею прыгнуть, но не успела. О, Ульяна, а что ж ты так? А тут вот как раз лава, никаких желе, или апельсиновое желе, в принципе, да. О, так, ну прекратите это делать. Ну да, или манговое. Я правда не знаю, существует ли такое. А, Южи, ты только что бургер съел, я видела на кухне. А что это ты наблюдаешь за мной? Подожди. И вообще, бургер это одно, а желе совсем другое. Бургеры это как бы, ну просто основная еда, а я хочу еще десертик. А, ну тогда тебе нужно съесть какой-нибудь десертик. А у меня нет, и в этом проблема. У тебя есть шоколадка и еще что-нибудь. Не хочу шоколадку, я хочу апельсиновое желе. Ну, кстати, тут вообще в этом обе все такое съедобное. Даже вот эти вот стены, которые вроде как металлические, выглядят довольно аппетитно. Ульяна, давай за нами, нас куда-то уже телепортировало. О, тут часики. Ой, я иду, иду, тут слишком какие-то стены адские. Фух, вроде прошла. Давай, тут, короче, все совсем-совсем странное. Все чудесатее и чудесатее, как говорится. О, да, кстати. Слушайте, всегда хотела приобрести себе такие вот часики на шнурочки. И там, о-о-о, я успела, я успела. Но никогда не видела их. Это, знаете, вот как в девятнадцатом веке, там, вот такое вот все. По-моему, они продаются во всяких сувенирных магазинах. Частично даже с гравировкой какого-нибудь города, куда ты приезжаешь. И там заходишь в сувенирный магазин, потому что в своем городе вряд ли ты ходишь по сувенирным магазинам. Ну, это повод туда заглянуть тогда. Ага, я вообще перестала понимать, где мы находимся. Согласна, это больше похоже на какие-то кубики в... В небе, как это и есть, собственно, на это и похоже, Улья. В детской комнате, я бы сказала, но да, это тоже. О, кажется, это безопасная лестница. Ой, я уже прям настроила, что она будет пропадать. Обычно после таких слов и падают с них. Ну, нет, она вообще никак не попыталась меня прикончить. Да, это, мне кажется, единственное безопасное место в этом... О-о-о-о, в этой стране. О-о-о-обби. Да. Так, я немножко от вас отстал и не понял, вы вообще оценили радужные ступеньки или нет? Да, я сказала, что они такие хорошие и безопасные. Вот классные ступени. Всем рекомендую. Десять из десяти. Наконец-то я попрыгаю на грибочке. Ого. Ого. О, ой, ой. Для чего люди приходят в обе? Просто проходить, тренировать скиллуху, не знаю, наслаждаться. Чилить, ладно, чилить, лучше сказать чилить. Для чего приходит Лана? Попрыгать на грибе. Или на грибу. Ну да, на грибочке. А может быть он какой-нибудь желейный? О-о-о. Так, я сейчас тебя съест, Улья. Ухожу, ухожу. Если меня раньше не съест этот замечательный, милый, муравьишка, не съел. Да. А что, они разных размеров, кстати. А, да, я не замечала. Ну, их можно очень легко обмануть и пройти там сбоку, и они тебя не тронут. Очень странные эти грибы, честно говоря. Как-то то прыгаешь на них, то не прыгаешь. Да, мне тоже не очень понравились. Я застряла. Ладно, ты что тут делаешь? Ой, как тебе помочь? Пуходи, я толкаю тебя. Ой, я хочу сюда, ничего не знаю, я хочу вот сюда. Ёж, ты куда поскакал? А вот я так просто стою, наблюдаю. А где наблюдаешь? На ёлке! Ого! Ого! Ты как туда забрался? А вот так, вот уметь надо. Давайте, вставайте на чекпоинт и погнали, а то нам что-то кролик этот говорит. Ну да, опять эти, вот эти головокружительные телепорты. Да, надеюсь, там не будет ничего страшненького. Кажется, это просто продолжение такой же локации. У меня постоянно какое-то дежавю. Мне кажется, что там тысячи уже были. Да. Дежавю, I've just been in this place before. Ту-ру-ру-ру-ру. О, ребят, а вы дошли уже или еще? Где вы вообще? Я телепортируюсь. Серьезно? Я пока нет, тут грибочки мне не очень нравятся. Ариана, давай скорее, давай, мы не будем без тебя ничего трогать. Да, так и есть. Хорошо, я уже лечу. О, вы что, вы что, хотите сказать, что мы уже... О, еда! Да! Ребят, слушайте, вот хочется прямо оценить это обе сразу. Реально, 10 из 10. Это лучшие обе, наверное, которые я только проходил. Да, согласна. Тут даже можно у костра посидеть. И утопиться в озере, смотрите. Вы идете такие и не плывете? Это 11 из 10, Лана. 11 из 10, полюбас. Попробуйте, вода очень приятная. Ой, Лана. Проходите. Ничего себе, ну давайте. Ой, прикольно. А тут что-то интересненькое есть, нет? Не знаю. Тут даже водопад есть. Так, стоп, секретка. О, господи, ну ничего особенного. Нет, это просто секретный угол, Ёши. Секретный угол водопада. Ну, это все равно секретка, Лана. Как бы, согласись. Да, я согласна абсолютно. Кстати, а вот эта еда, которая нас должна была прикончить из-за муравьев, а здесь мы просто сквозь нее проходим и, собственно, все. Да, это очень приятно. Обидно, правда, то, что здесь нет, как в обычной хобби, всяких вот этих вот ускорителей, там, разных радужных штучек и прочее. Ну, да, я согласна. Честно, в таком классном обе, ну, они и не нужны. Зато здесь есть ускорительный грибочек, можно поскакать. О, это очень приятно. И мне хочется верить, что он мармеладный. Слушайте, ну я что-то прям совсем проголодалась, поэтому я думаю, что я пойду скушаю какой-нибудь десертик. А на этом все, ребят. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.